С чувством исполненного долга народные избранники уходят на парламентские каникулы. Депутаты одобрили 233 законопроекта и рассмотрели полтысячи вопросов. На заключительной перед перерывом сессии успели обсудить сразу несколько важнейших для региона тем. Участие в заседании принял и губернатор края Вениамин Кондратьев выступил перед законодательным собранием и поблагодарил депутатов за работу. При их поддержке удалось увеличить финансирование сразу по нескольким направлениям. Одно из них – сельское хозяйство. Впервые предусмотрены субсидии на компенсацию затрат на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Коллеги, тоже еще три года назад, четыре, мы с вами говорили, что у нас нет семян сахарной свеклы, всего 5%. А вот сегодня у нас появились семена сахарной свеклы. Появились. На самом деле мы вместе с бизнесом эту проблему сдвинули с мертвой точки. Так вот, 7 миллионов рублей мы, благодаря вам, принимаем это решение на компенсацию затрат. Нашим отечественным сельхозпроизводителям, если они будут покупать семена, произведенные в нашем Краснодарском крае. На сессии много времени уделили обсуждению национальных проектов. Большинство из принятых решений нацелены именно на их реализацию. Вопросы касаются самых важных направлений. От сохранения экологии до увеличения продолжительности жизни. К 2024 году этот показатель в среднем должен достигать 78 лет. Правда, у некоторых депутатов выступление министра здравоохранения края вызвало вопросы. Из вашего доклада следует, что смертность в целом снизилась. Это неплохо. Но, тем не менее, заболеваемость всего населения выросла на 3,4%. В чем причина увеличения? Но, как выяснилось, цифры говорят не о том, что болеть стали больше, а о том, что недуги стали чаще выявлять из-за того, что лучше заработала диагностика. Сегодня цифры, которые он озвучивает, может быть, не совсем нам лестно их слышать. Вчера их не было. Но это не значит, что этих заболеваний не было, этих больных не было. Просто мы не выявляли. Потому что не было первичного звена, и мы не входили туда, где еще можно, как он правильно сказал, помочь. Поэтому сегодня мы и совсем мало регионов, которые стали лидерами, когда первичное звено пошло в населенные пункты, пошло в районы, там, где живут люди, мы к ним пошли, чтобы хоть как-то на ранних стадиях выявлять эти заболевания. Поэтому, конечно, у нас эти цифры и появились статистически, может быть, не совсем хорошие. Здесь не нужно бояться цифр, здесь, наоборот, нужно это вскрывать и максимально купировать. Купировать, чтобы, на самом деле, мы сохранили жизнь и здоровье жителям края. Первичное обследование, пожалуй, один из самых важных элементов в сохранении здоровья. Ведь болезни всегда легче предупредить на ранней стадии. Депутаты поддержали инициативу губернатора выделить дополнительные деньги для капитального ремонта районных больниц и поликлиник. На эти цели предусмотрено больше 800 миллионов рублей. А со следующего года в регионе готовятся внедрять абсолютно новые решения в первичной диагностике. В качестве примера было предложено на всех наших 6,5 тысяч ТОСов обеспечить диагностическим бытовым медицинским оборудованием. Это изменитель пульса, давления, сахара в крови, веса, я извиняюсь, объема талии. Для того, чтобы человек в своем дворе мог получить информацию о том, что есть ли у него проблемы с давлением или с сахаром, нет. И вот тогда уже обратиться в специализированное медицинское учреждение. Еще одно важнейшее направление – развитие на Кубани системы онкологической помощи. Для амбулаторных центров такого профиля выделят 450 миллионов рублей на закупку оборудования. В перспективе – строительство крупного медицинского кластера. Количество клиник, которые могут оказать помощь в случае заболевания, онкологическими заболеваниями, у нас ограничено. И количество койко-мест. Несколько раз ко мне обращались, мы предпринимали меры для того, чтобы обеспечить врачебную помощь вот таким людям. Я с вами хочу согласиться о том, что сегодня в Косдаре нет высокотехнологичной медицинской клиники, которая могла бы высококвалифицированно оказывать помощь онкологическим больным. Значит, она должна быть. Андрей Анатольевич, мы проектируем онкологическую. У нас же место уже под этот медицинский кластер определено, где будет 5-4 у нас будет там клиники находиться. Андрей Анатольевич, мы приступаем к проектированию в этом году. Мы сейчас готовим проект к планированию. Хорошо, деньги на проект уже предусмотрены, потому что коллеги же знают, что проект же тоже не копеечный, наверное. Конечно. Если на тысячу коек, еще раз подчеркну, коллеги, это не просто больница онкологическая, это высокотехнологичная должна быть медицинская клиника. Техническое задание очень долго согласовывали и советовались с коллегами из Москвы для того, чтобы это был центр именно высокотехнологичный, такой, который позволит работать долгие годы без реконструкции и обновления. Тогда проект по вашим почетам будет завершен и пройдена экспертиза. А в будущем году? Еще раз подчеркиваю, удастся зайти в федеральную программу, получить федеральные деньги, значит хорошо. Не удастся, будем строить за счет своих. Значит, объективно заходить в стройку сможем в 2021 году. Нам нужен очень высокотехнологичный онкологический медицинский центр. Такой современнейший центр. И он в нашем крае должен быть обязательно. Это не потому, что это амбициозный проект. Мы мощный регион. У нас по учетным карточкам политики 6 миллионов 400 тысяч находятся. Постоянно проживающих. После парламентских каникул депутаты собираются, что называется, взять на карандаш выполнение наиболее важных нацпроектов. В их числе сохранение экологии. Зеленым зонам в Краснодарском крае специально придают статус особо охраняемых природных территорий. Правда, защищать парки и скверы готовы не везде. Парковая зона в городе Кропоткин по улице Володаровского 9 поставлена на государственный кадастровый учет с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства. На Кубанском районе парк 70-летия Победы поселки Глубокий по улице Чехова имеет вид разрешенного использования для объектов общественно-делового значения. Данные нарушения градостроительного законодательства также позволяют застраивать зеленые зоны. Венимин Кондратьев тут же дает поручение своему заместителю проверить, как во всех районах Кубани идет работа по сохранению зеленых зон. Можно демонстрировать деятельность и в итоге так ничего не сделать, потому что кому-то это невыгодно. Кому-то невыгодно менять генпланы, изменять, наносить их изменения, кому-то невыгодно корректировать правила землепользования и застройки. Это невыгодно. Просто невыгодно. Выгодно вот как сейчас. Муть. А когда мутная вода, может, что хочешь делать? Так вот, сделайте сейчас вместе с депутатами, которые занимались этим вопросом, алгоритм со временем конкретным по каждому муниципальному образованию, по каждой зеленой зоне, которая сегодня уже ими обозначена, алгоритм, когда мы будем эту зеленую зону видеть в виде места общего пользования со всеми вытекающими правовыми последствиями. Не просто работа ведется, а конкретно как она ведется, со сроками и с пониманием, когда у нас эта зеленая зона станет полноценным парком. Выдвинутые президентом Российской Федерации национальные проекты, жилье и городская среда, экология заставляют нас внимательно отнестись к состоянию этих зеленых зон. И на ближайшую перспективу, программа минимум, это сохранить имеющийся, программа максимум, приумножить количество зеленых зон. И депутаты, чтобы на каникулы поехали и все свои зеленые зоны знали, как пять пальцев. В деталях депутаты точно знают о проблеме обманутых дольщиков. Уж слишком наболевший для региона вопрос. Совместными усилиями кубанских властей и парламентариев все больше людей получает ключи от собственных квартир. Достраивать инвестиционно-непривлекательные дома будут с помощью краевого бюджета. Также создается региональный фонд поддержки дольщиков. Он позволит привлекать федеральные деньги для завершения проблемных объектов. Благодарю вас за закон, который мы приняли, где можем компенсировать в виде участков тем, кто будет достраивать эти недострои. Ну еще и полтора миллиарда рублей на достройку инвестиционно-непривлекательных объектов. Такие у нас тоже есть. Единственное мое требование, Андрей Анатольевич, находится. Одни недобросовестные бизнесмены в строительстве начали и бросили, а другим, не дай бог, дадим на достройку. У нас есть акционерное общество, 100% доля государства. И уже за государственные деньги пусть берут и достраивают. Потому что здесь не до прибыли. Здесь нужно закрыть социальную эту проблему, которая явно уже раскалена до предела. Я прошу вас ускорить и на сентябрьскую сессию выйти с инициативой докапевтизации этого акционерного общества. И максимально пусть оно уже максимально осваивает эти полтора миллиарда рублей. И конкретно достраивает инвестиционно-непривлекательные объекты. Там, где дольщики тоже надеются, что мы достроим и их квартиры, и их дома. Приоритетной задачей остается и выполнение социальных программ. Именно на них направлено самое большое финансирование, исчисляемое миллиардами рублей. В этом году на выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей предусмотрено почти 4 миллиарда рублей. И почти в два раза больше в бюджете зарезервировано для строительства и реконструкции школ и детских садов. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар.